Дорогие друзья, перед началом фильма важное объявление. Мы сделали телеграм-канал. В нем будут размещаться дополнительные материалы, не вошедшие ни в один из фильмов. Различная справочная и эксклюзивная информация. А также включение в режиме реального времени во время экспедиции. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Будем вам рады. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вы уже, наверное, заметили по некоторым предыдущим фильмам, все самое интересное и важное мы оставляем на окончание фильма. И сегодня не будет исключением. В конце вас ждет нечто громкое, но прошу вас не перематывать, а смотреть по порядку, иначе вы рискуете ничего не понять. Ибо логарифмы не проходят, пока не научатся делить и умножать. Набелитесь терпения, объяснения обязательно будут и все по порядку. Поверьте, оно того стоит. Итак, у нас в Тульской линии есть такие города. Белев, Венев, Адоев. Это небольшие старинные провинциальные города. Например, согласно официальной информации, Белев впервые упоминается в летописях за 1147 годом, Венев за 1390 годом, а Адоев за 1380 годом, то есть в год Куликовской битвы. При том, что Тулы впервые упоминаются в летописях за 1146 годом. То есть, согласно официальной информации, Белев на год моложе Тулы и ровесник Москвы. Официальной исторической справки сегодня не будет, так как то, о чем пойдет речь далее, нет вообще никакой официальной информации. Белев, Венев, Адоев. Странным образом созвучны их названия. Причем населенные пункты с подобным окончанием в названии есть и в других регионах, но сейчас речь именно об этих трех, а точнее об их расположении, которое не менее удивительно. Смотрите сами. Они находятся на одной линии с Тулой, причем, если начать вести линию с колокольни в Веневе, то эта линия проходит через исторические части Тулы, Адоева и Белева. И забегая немного вперед, она идет дальше. Но о том, куда эта линия попадает дальше, поговорим буквально через пару минут. Как минимум вы удивитесь. По крайней мере, вы имеете право это знать, поэтому не переключайтесь. А пока хочу обратить ваше внимание на два интересных момента. Первое. Перпендикуляр от этой линии направлен в сторону Гренландии, указывая таким образом на старый магнитный полюс. Если кто не знал, расположение Северного магнитного полюса не совпадает с географическим Северным полюсом. С начала 17 века магнитный полюс располагался под паковыми льдами в границах нынешней Канадской Арктики. Но он не имеет постоянных координат и движется со скоростью около 10 километров в год. А в 2009 году скорость движения Северного магнитного полюса составляла 64 километра в год. И если характер его движения кардинально не изменится, в середине 21 века он достигнет Сибири. Но речь сейчас не о Северном магнитном полюсе как таковом. Дело в том, что считая движение магнитного полюса в обратную сторону, можно довольно точно определить, когда именно была основана Тульская линия. Давайте условно называть ее так. Но и это еще не все. Второй интересный момент, на который хочу обратить ваше внимание, это расстояние между городами. Вот смотрите сами. Расстояние от города Белева до Кремля-Адоева это 37 километров. Расстояние от Венева до исторической части Тулы 42 километра. То есть и там, и там около 40 километров. А вот расстояние от исторической части Тулы до Кремля-Адоева составляет 70 километров. друзья вам не кажется что здесь нарушена некая закономерность неужели между тулы и адовом нет ничего проверить эту гипотезу проще простого смотрим на карту приближая ее примерно посередине расстояния между тулой и адовом друзья что вы видите если приблизить карту то отчетливо проявляется правильный пятиугольник две грани уже стерлись внутри еще явно видны и углы между гранями одинаковые и длина граней одинаковая скептики могут здесь поставить на паузу написать что это природное образование и вообще уже про это было либо написать что эта часть так называемой засеченной черты а затем закрыть страничку а для тех же кому не все равно и кто хочет реально разобраться в нашем прошлом дальше будет самое интересное в 2018 году в этот пятиугольник нами была организована экспедиция целью данной экспедиции было подтвердить наличие искусственных образований на местности и по возможности присутствие там человека в прошлом задач конкретизировать датировку глубину культурного слоя а уж тем более архитектурный стиль или название города не ставились просто найти подтверждение его присутствию насколько позволяли в то время наши технические возможности мы получили некоторые результаты их конечно не достаточно чтобы заявить о сенсации в научном мире однако вполне достаточно для того чтобы подтвердить что это полностью искусственное образование вы только посмотрите на территорию занимаемую этим пятиугольником она сопоставима с территории исторической части города тула естественно три человека физически не могут за короткую экспедицию перекопать все да для первой экспедиции сюда это и не требуется подробный отчет по итогам этой экспедиции есть на канале ссылка будет в описании посмотрите там много деталей а сейчас только вкратце течение реки по этим граням гораздо быстрее чем выше или ниже по течению остальной реки направление течения показано стрелочкой в западном углу были обнаружены каменные блоки правильной формы территория пятиугольника это своеобразная чаша точнее даже тарелка так как по периметру пятиугольника вдоль реки проходит вал а пространство внутри пятиугольника заметно ниже вала высота свала до уровня воды 17 метров и правый берег заметно ниже левого даже без учета вала то что это именно вал а не стена сомнений не вызывает так как поперек него в разных местах копались шурфы глубиной до трех метров слои вала сверху вниз такие чернозем коричневая глина затем снова черный грунт песок с мелкими камнями синяя глина распределение слоев в сечении вала вы видите на диаграмме также на диаграмме указаны уровни доз радиоактивного излучения также делались врезки на территории за овалом но там в большинстве своем нет даже чернозема сразу по дернам начинается глина сразу хочу заметить что диаграмма не в масштабе а только для общего представления расположения слоев замеры радиации делались на каждом месте по 3-4 раза в диаграмме приведено среднее арифметическое значение для каждого слоя сразу бросается в глаза тот факт что с глубиной радиоактивный фон уменьшается однако на участке находящемся на южной стороне вала слои серой глины и ржавчины уровень радиоактивного излучения самый высокий 0,21 микрозиверта в час сейчас скептики напишут что это в пределах нормы а я отвечу что никто и не говорил что мы нашли ядерный реактор раз уж коснулся темы уровня радиации то друзья позвольте совсем краткий экскурс в ядерную физику ибо знание это сила период полураспада цезия 137 составляет 30 целых 17 сотых лет для простоты изложения будем считать равным 30 заметьте полу распада а не полного разложения это принципиальный момент который пускают диванные скептики это значит что через 30 лет цезий 137 не исчезнет совсем просто его будет в два раза меньше еще через 30 лет его останется половина от половины и так далее то есть от условного примерного килограмма цезия 137 через 30 лет останется полкило еще через 30 лет 250 грамм еще через 30 лет 125 грамм и так далее каждый 30 лет количество вещества будет уменьшаться в два раза таким образом через 180 лет когда пройдет всего шесть полу распадов от условного килограмма останется всего 15 грамм таким образом спустя 200 лет радиоактивный фон на месте ядерного взрыва вполне может быть в пределах нормы отклонения по сравнению с окружающей местностью будут очень малы и что большинство скептиков спешит на погрешность приборов однако тут нужно понимать что у приборов есть свой класс точности и не какой погрешностью прибора нельзя объяснить разницу в фоне в два раза так вот уровень радиоактивного излучения на участке находящемся на южной стороне вала самый высокий 0,21 микрозиверт в час с обратной стороны вала такой серой глины с таким высоким радиоактивным фоном нет а если сравнить с уровнем излучения слоя песка который всего в двух метрах и составляет 4 6 сотых микрозиверта в час то разница более чем огромная именно в этом сером слой глины было найдено большое количество ржавчины и прослой гарри причем то что это ржавчина понятно даже на ощупь она имеет характерный вид гранул или кусочков неправильной формы при том что глина растирается как масло а это остается кусочками именно в этом слое были найдены вот такие трубочки сейчас уже трудно сказать для чего они но скорее всего были железные в наше время это просто ржавчина которая легко крошится пальцами при попытке достать их из глины попадались предметы похожие на капли и гайки также длинные цилиндрической формы но они рассыпаются при легком надавливании подчеркиваю эти трубочки есть только с южной стороны и только в этом сером слое с гарью и повышенной радиации чуть выше или ниже их нет почему важно именно южная страна объясняется фильме ядерная война 19 века кто и когда наносил удары в нем именно эта тема и объясняется причем весьма подробно и так по совокупности всех данных мы пришли к выводу что данное место это искусственное сооружение однозначно дело рук человеческих занесенная глиной как многие крупные города кстати водоемы рыбхоза расположены именно внутри так называемой тарелки и отделяются от реки тем самым валом который по своей структуре гораздо плотнее чем грунт на территории пятиугольника трудно сказать является ли этот пятиугольник крепостью звездой слишком большие размеры но звездчатый бастион это первое что приходит в голову если это все же действительно звездчатый бастион то вероятно это самая большая крепость звезда в мире поправьте меня в комментариях если вы встречали больше вообще про звездные крепости скоро будет отдельный фильм так как летом 22 года мы ездили в крепость звезду в брянской области и скоро покажем и расскажем все что нам удалось там увидеть заранее скажу выводы весьма неоднозначные а пока возвращаемся к нашей тульской линии и так мы имеем прямую линию на которой расположены пять городов с расстоянием между ними около 40 километров теперь давайте разберем вопрос с так называемой засечной чертой о том что в реальности это обычный лесоповал который официальные историки нарядили столь красиво и звучное название засечная черта на канале уже объяснялась не раз например фильме разрыв шаблона тайна тульского кремля поэтому сейчас не буду повторяться чтобы сэкономить ваше наше время однако для того чтобы понимать что данный пятиугольник вообще не имеет отношения к засечной линии давайте просто взглянем на официальный план тульских засек в интернете полно схем и планов тульских засек являющихся частью большой засечной черты открыв любую из них можно увидеть что это оборонная линия проходит через адуев крапивну и тулу здесь специально обращаю ваше внимание друзья что между адуевом и тулой по плану засечной черты находится крапивна которая чисто географически на 14 километров южнее нашего пятиугольника про крапивну также скоро будет отдельный фильм там не менее детективная история ибо крапивна вообще переносилась другого места и то что мы видим на карте сейчас это уже новая крапивна а старая крапивна располагается еще на 17 километров на юго-восток уже от новой крапивны но об этом будет в другом фильме сейчас нам важно отметить тот факт что ни на одном плане засечных линий нет даже упоминаний этого пятиугольника а не то что включение его систему засечной черты более того вообще ни на одной старинной карте нет нашего пятиугольника например вот карта 1678 года видим населенные пункты селена и елагина и течение реки во многом близкое к современному на карте 1785 года также видим лишь знакомые изгибы реки очень примечательная карта 1797 года которая называется плана генерального межевания уездов тульской губернии земельные участки это имущество а потому учет велся строгий учитывалось каждое пять земли поэтому наш пятиугольник виден во всей красе на карте 1833 года также ничего нет ну и так далее ни на одной старинной карте наш пятиугольник не обозначен а это может значить только то что когда эти карты рисовались города уже не было а не стало его совсем недавно если судить хотя бы по толщине деревьев в пятиугольнике и толщине культурного слоя вообще и чернозема в частности это к вопросу о совокупности данных и так с этим разобрались с какой точки зрения не посмотри наш пятый город не является частью засеченных линий потому что официально не располагался в системе оборонных сооружений да и сами засеченные линии это всего лишь выруб колесов друзья а теперь то ради чего я сегодня вас всех собрал все сказанное выше было всего лишь вступление к самому главному вам наверняка интересно куда же эта линия ведет после выхода фильма про экспедицию пятиугольнику подписчики присылали название различных городов самостоятельно продлевая линию в обе стороны однако должен признать что сам ни разу не пытался продлить эту линию дальше европы а вот наш подписчик дмитрий провел ее дальше за что пользуясь случаем выражая ему огромную благодарность а теперь давайте мы пройдемся по этой линии совершая путешествие сквозь пространство и время еще раз напомню друзья что отрезок между нашими городами равен примерно 40 километров я сейчас не буду называть всех городов которые находятся на этой линии ибо это займет уйму времени назову только некоторые остальные вы и сами сможете увидеть проведя такую же линию на своей карте начав наше путешествие от белева на юго-запад через четыре отрезка мы достигаем брянска до гомеля 10 отрезков город олевск 16 отрезков до львова 23 отрезка до будапешта 35 отрезков ареца италия 52 отрезка тора фальконе сардиния 63 отрезка алжир 79 отрезков глаз сахары 135 отрезков вы только не подумайте ничего никакого умысла или теории заговора это просто совпадение стечение обстоятельств и случайность здесь нет ничего сверхъестественного ага сейчас скорее соглашусь тем что солнце встает на западе чем с утверждением что это просто совпадение и здесь обошлось без целенаправленного участия человека как ни крути но тут четко видна закономерность и план слишком много совпадений и все слишком правильно чтобы это все было просто случайностью конечно скептики если они конечно досмотрят до этого момента скептики скажут что в мире столько городов понастроена что некоторые из них обязательно окажутся на одной линии согласен таких совпадений когда города оказываются на одной линии на самом деле немало однако скажите мне пожалуйста вот даже чисто гипотетически насколько вообще может существовать вероятность что расстояние между такими случайными городами на одной линии будет кратно 40 километрам или не при этом будет перпендикулярно старому магнитному полюсу здесь уже не только солнце на западе вставать начнет здесь становится истинной фраза так строили друзья а теперь предлагаю вам обдумать услышанное и увиденное сегодня а затем самостоятельно провести линию в противоположную сторону так например от венёва до серебряных прудов 35 километров а дальше еще много интересного напишите потом в комментариях что у вас получилось надеюсь что сегодня вы узнали что-то новое но на этом я с вами не прощаюсь расследование продолжается далеко не уходите впереди еще много интересного благодарю за внимание всего вам доброго до до скорых встреч